Установка и настройка ClickU-сервера В описании этого видео вы можете найти ссылки на файлы с предварительными требованиями для проведения установки, настройками для лучшей производительности и сам план процедуры установки ClickU-сервера. Первым делом мы запускаем и исполняемый .exe файл для установки ClickU-сервера. Дистрибутив мы берем с официального сайта Click. Запускаем из-под админа правой кнопкой. Next. Выбираем регион, местоположение сервера. Читаем agreement. Соглашаемся, нажимаем Next. Далее мы вводим информацию о клиенте и компании. Эта информация на саму установку не влияет, но все же стоит сюда писать релевантные данные. Здесь мы можем поменять путь в папку, куда сохраняются файлы. Я именять не буду. Так, мы выбираем Full Installation Single Machine with ClickU-сервер. Веб-сервер. Это полная установка. Один компьютер с веб-сервером ClickU используется для запуска всех компонентов. Также можно выбрать Custom Installation, либо через Config мы можем выбрать какие-то отдельные компоненты для установки. Далее мы вводим учетную запись, которую вам должны предоставить администраторы локального сервера. Учетная запись должна иметь права администратора, также желательно, чтобы она была доменная, если у вас планируется использовать доменную аутентификацию, чтобы была возможность получать информацию по другим пользователям. И учетная запись должна быть бессрочной, чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть, когда у нее стечет срок действия пароля, потому что придется вбивать настройки в сервисах заново. Так, паспорт. Паспорт. На этапе ввода учетной записи может возникнуть ошибка. Тогда мы оставляем данные в логине и пароле в полях и нажимаем «Хочу указать учетную запись», которая будет использоваться для служб позже. Так, только ошибку мы не успели увидеть. Сейчас. Если нет ошибки, то не нужно эту галку ставить. Тут обычно ошибка выскакивает просто, чтобы вы увидели, что она есть. Если нет, то это необязательно вставить. Да, вот у нас ошибка. Мы ставим. Здесь мы выбираем «UseClickViewAdministratorsGroup», потому что у нас одномашинная установка на сервере, входящем в домен. «Install». Далее нам нужно будет открыть сервисы через пуск. И после установки нужно будет ввести пароль, который у нас от учетной записи, который у нас не законфирмился. И после этого мы запустим сервисы, которые начинаются с «Клик». Сейчас только установится. Все, финиш. Вот клик в сервисе. Нажимаем правой кнопкой «Properties», «Log on». У меня уже введен пароль. Если у вас здесь нет пароля, вы два раза его вводите от учетной записи. Нажимаете «Ок». Запускаем сервисы. И последний. Далее мы открываем консоль. Для работы пользователя с сервером ClickView через тонкий клиент, через HTTP, мы открываем 80-й порт на сервере. Если мы пользуемся толстым клиентом, то есть если вы хотите через ClickView Desktop работать, то вам необходимо открыть порт 4747. Мы запускаем консоль. Так, вот она. Бывает еще такое, что при запуске консоли мы видим сообщение с ошибкой по правам доступа. То мы проверяем, что в локальной группе ClickView Administrators есть сервисный пользователь. Если нет, то он должен быть туда добавлен. После добавления мы делаем «Log off» и «Log on», чтобы применить новые права. Затем мы входим в консоль. Вот мы сейчас в консоли. Тут есть четыре вкладки. Первая – это «Статус». Содержит информацию о текущих задачах. Тут есть «Tasks». Здесь можно редактировать, запускать и останавливать задачи. Дальше «Services». Тут можно контролировать службы ClickView, размещенные в Windows. «Statistics». Тут можно посмотреть статистику по данным для сервера ClickView. Дальше у нас «Documents». Сейчас здесь только одна вкладка «User Documents». «User Documents» содержит опубликованные приложения. После лицензирования у нас еще появится «Source Documents». Там будут неопубликованные приложения. Дальше вкладка «Users». Она нужна для просмотра пользователей информации по ним. Она содержит сейчас тоже только одну вкладку «User Management». Тут можно управлять клиентскими лицензиями, объектами сервера, группами, документами и распределениями пользователей. Еще появится «Section Access Management». Тут можно будет настроить таблицу для «Section Access». «Users и Systems» и «Systems» доступны только для администраторов ClickView. Дальше вкладка «Systems». Это ключевой лист. Здесь настройки всех служб, здесь лицензии. Он содержит сейчас только три листа. Еще появится «Supporting Task». На этих листах можно управлять всеми настройками различных служб на сервере ClickView и ClickView Publisher. Что такое Publisher? Технически он является расширением ClickView Server. Для него требуется дополнительная лицензия. Он рекомендуется для заказчиков среднего уровня и уровня Enterprise. Администраторы получают инструмент планирования с помощью него, распространения и управления безопасностью доступа к документам, данным и отчетам в масштабах предприятия. В большинстве случаев развертывание Publisher представляет собой простой ввод ключа. Мы переходим на вкладку «Licenses». Здесь сервер. ClickView Server License. И вводим сюда Serial Number и Control Number. Еще есть вариант помимо ввода серийного и контрольного номера, ввода подписанного ключа. Но мы воспользуемся первым вариантом. Средневодительного номера, ввода подписанного ключа. Используем этот ключ. Для этого мы используем нашим название. Итак, вводим на вкладку «Ликасказания». Нейм. Это тоже информация, не влияет на установку. Так, Apply License. Настройка в смысле не влияет. Теперь мы проверяем, что приложение, которое мы предварительно опубликовали на сервере, открывается. Для этого нам нужно зайти в Access Point. Так, вот он. Мы вошли. Все, тут есть приложение. Можем открыть какой-нибудь, чтобы убедиться, что он открывается. Можно посмотреть вкладки. Можно сделать выборку. Все работает. Помимо Access Point можно еще проверить работоспособность через ClickView Desktop. Чтобы это сделать, нужно зайти в правом верхнем углу файл. Сейчас открою. Так, нет. В правом, в левом верхнем углу вот здесь будет файл. Open in server. И вводим параметры подключения к серверу. Дальше мы проводим лицензирование паблишера. То же самое. Только другой серверный набор и control. bats будет. Он сделает운�an PendMan. Так, давайте нажимаем на соболу. Apply lessons, success, теперь мы проверим, что прошло лицензирование. System, setup, licences, general, так, вот у нас лицензия одна появилась, до этого была ноль. На этом мы проверили, что у нас QQ сервер лицензировался. Теперь мы заходим в System, setup, click view, server, folder, root folder. Это путь, по которому сохраняются приложения, которые опубликованы на сервере. В этой папке сохранены QVW файлы, которые доступны пользователям. Если вы хотите что-то опубликовать еще, вы можете скопировать это сюда, либо опубликовать с помощью паблишера. И также можно добавлять дополнительные папки. Дальше мы заходим в Distribution Services, General. Вот тут путь в самом низу. Здесь лежат документы, загрузчики, приложения и все QVW-приложения, на которые вы можете устанавливать задачи. Дальше мы перейдем в Documents. У нас появились эти вкладки, которых не было до лицензирования. Так, мы заходим в Source Documents. Сюда вы, получается, сохраняете приложения. Это могут быть загрузчики, готовые модели для публикации пользователям. Дальше User Documents. Здесь уже опубликованы приложения. Здесь вы можете выбрать приложение и настройки для работы пользователя применить к нему. Спасибо за внимание. Мы провели одномашинную установку сервера ClickView. Дополнительную информацию по многоузловым установкам, по каким-либо нюансам вы можете найти в справке click.com.help. Также вот у нас здесь на любой панели QMC в правом верхнем углу можно нажать help, и он вам сразу открывает справку именно по этому листу консоли. То есть, если вам непонятна какая-то настройка, нажимаете help, и он вас отправляет сразу на страницу, где можно прочитать информацию именно об этой настройке. Спасибо.